В Новый год в новом статусе. Теперь производственное управление «Алмаз-Дуртранс» – дочернее общество «Алроса». Чтобы выход из-под опеки акционерной компании прошел без потрясений для сотрудников, решено оставить главный документ – коллективный договор основным гарантом социальной защищенности коллективов. За основу взят договор «Алроса». Его адаптировали к условиям дочернего общества. Все востребованные льготы, гарантии и компенсации, действующие в коллективном договоре компании «Алроса», они сохранены в коллективном договоре дочернего общества «Алмаз-Дуртранс». Прорабатывал свой вопрос и нашел свое отражение и в бюджете дочернего предприятия, и в самом коллективном договоре – это предоставление дополнительного медицинского обеспечения. Рабочая группа в составе 20 человек работала над проектом коллективного договора дочернего общества с июня 2018 года. Он прошел несколько этапов согласования, а в начале 2019-го договор официально подписали. И для кого не секрет, что на ближайшие три года коллективный договор станет нашим внутренним трудовым кодексом, в котором мы будем жить и работать всем вместе. Поэтому я хочу пожелать, чтобы этот коллективный договор внес, будем говорить, в заряд такой согласованности в нашей работе, в работе наших трудовых коллективов, и чтобы люди по минимуму обращались к нам с такими-то вопросами, чтобы на все вопросы отвечал коллективный договор. Три образца коллективного договора отправят в Министерство по труду и социальному развитию республики. Там он пройдет процедуру уведомительной регистрации. Один экземпляр останется в министерстве, два других вернутся сторонам и будут растиражированы для всех цехов «Алмаз-Дуртранса». Олеся Васева, Роман Токмаков, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова